Во всех интеллектуальных играх, которые я видел, есть ведущий, который знает ответы на все вопросы и поэтому доминирует над игроками. В нашей игре такого ведущего нет, прикинь, все на равных. Никто заранее не знает, кто что придумал и что будет дальше. Поэтому раунды могут быть как странноватыми, даже тухлыми, так и гениальными. В этом вся прелесть. Спешу вас поздравить, мы с вами дожили наконец до четвертого выпуска шоу 3 натурала. Люди все по-прежнему приятнейшие приходят к нам сюда в эту студию. Виталий Коломит, стендап-комик. Я бы сказал, не уходят из этой студии. На пяточки наступает Виталию Васанд Балан. Уже третий выпуск. И приятнейший, приятнейший, но он сказал, что сегодня будет вести себя как мразота. Александр Боруздин. Я бы сказал, что ты будешь говорить. Стендап-комик Саша Кот? Саша Кот. Саша Кот. Предприниматель? И стендап-комик, предприниматель, груумер правильно да, так называется? саша код саша код кроме тут стрижет или кто-то у микрофона грумира собачек стригут коротко о правилах каждый участник подготовил по одному раунду со своей тематикой и механикой и по очереди мы эти раунды проводим в рамках своего раунда ведущий может как раздавать игрокам баллы так и снимать их но не больше одного за раз после каждого раунда игроки голосуют понравился он им или нет если большинству понравился ведущий получает один балл если не понравился теряет 5 игру который под конец набирает меньше всего баллов вылетает и в следующий раз его место занимает другой человек победитель получает какой-то прикол который мы все еще не придумали поэтому просто вводим его в ресторан перед каждым раундом звучат джинглы которые записали мои друзья музыканты игорь брежнев и аделина моисеева по традиции перед тем как мы начнем мы проведем нулевой раунд и сегодня наш нулевой раунд называется посмотри в глаза я хочу сказать я забыл о тебя я не буду рыдать я хочу узнать на кого ты меня про меня банальнейшая стандартная битва взглядов два человека поворачиваются друг дружке лицом опускают взгляд вниз на счет 3 поднимают друг на друга глаза тот из вас кто засмеялся вылетает победитель выходит в финал кто занимает последнее место получает минус 2 балла на третьем месте 0 на втором месте 2 балла и на первом 4 есть до что я прошу программу с нулем закончил это реально раз-два-три один-два-три минуты через полторы мы поняли что если это не остановить то виталий васан смогут бесконечно долго смотреть друг на друга а лайнер ричи считать денежки за авторские права окей давайте у нас два победителя будет в этом полуфинале мы ни хрена не можем рассмешить давайте да не вдвоем меня потому что они жесткие очень как-то образом в одного будешь смотреть другим другом ну получается так на давай просто я как эта девочка и вывод рядом со мной 1 2 3 у него щеки трясутся уже извините посыпало результаты после нашего нулевого раунда у меня минус 2 балла саша кот 0 баллов и здесь мы я думаю не сможем из-за весь вечер определить победителя поэтому васанта виталя по 2 балла школа герна седака первый раунд нашей сегодняшней игры называется а я милого узнаю по наколке у вас есть татухи какие-нибудь нет виталия есть татуировка часа туха по молодости как по молодости написано что у тебя есть что-нибудь не мне вообще они думали не когда я хотел я хотел иероглиф на шее какой-то любой какая разница это же иероглиф ты все ничего не понимаешь ты хотел какой-то нет у меня пирсинг есть ну давай ты не думал с тех пор как ты сделал мнение я теперь если бы мог вернуться в себя про про прошлое от конечно не делал бы сейчас мы будем с вами видеть фотографии татуировок известных людей вам нужно будет просто угадать чья это татуировка но у нас на фотографии первая татуировка у нас появляется на экране здесь написано скам мошенничество мошенник есть варианты уже почему-то мне кажется что этот том харди том харди есть вариант судя по гору это азербайджанцы какие-то достаточно взрослого уже человек это третья стадия татуировки сначала она выглядела как вот такая в татуировка slim на ней было написано и уже не молодой тонкий худышка потом произошло какое-то событие и это татуировка перешла в скам мразь мразота и со временем вот собственно скам и получился который мы с вами видимо худеешь вообще какой-то озеро это татуировка освещена определенному человеку как вы понимаете это какой-то враг и минимум а это снимщили потом он мрази интересный вариант один балл один балл получает у нас код ну это неправильно рокер это какой-то вот этот этот слим испортил и до сих пор просто уничтожил карьеру человека который это набил татуировку все на руке стим я знал этот самый господи это девушка худышка эта девушка то есть он любовно называл ее худышкой девушка кортни лав это не кортни лав по-вашему это кто-то я не знаю кто с ним учился у человека уже нет это человек живой но его карьеру уничтожено если горни лав как бы человек был бы не живым а карьера его уничтожил может быть это этот ван шарейн ван штейн да 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 вот ван штейн там должно быть 17 разных очень громкая история до сих пор в голливуде его практически не снимает никто несмотря на то что очень талант бумажный этот домик бумажнее посмотрите на перстни посмотрите на перстни да это какой-то узи озборн я не знаю это какой-то актер в голливуде его не снимает актер это киргора он там был в костюме обратите внимание что он проникающими очень такой сдержанный но моя версия смотрите может быть птица вам что-то подскажет может быть он известен еще по под прозвищем какой-то птиц какой-то одна из его ролей связано с какой-то птицей игл да это джек николсон минус один балл виталий коломец не я говорю это киркоров это актер зарубежный голливудский ну тогда он встречался с войной райдер в начале девяностых с кем каких персонажей кино вы знаете связанных с птицами пять частей в этом ворон еще горец фильм диснеевский стал аттракционом в парке аттракционов я вас ненавидеть начинаю уже пират карибского моря карибского моря это джонни дэп один балл получает вас ангар один испортина эмбер херд актерисос который он до встречался она его обвинила в домашнем насилии что джонни дэппу испортили карьеру его не снимают его не снимали реально не его не девать сейчас сказал про войну на райдер вам они встречались война на райдер и он сделался в то время татуировку война на фараба они расстались через несколько лет и он оставил татуировку войну фараб алкаш навсегда если он постоянно как-то татуировки правит следующая следующая татуировка лео ноус ол написано на этой татуировки ради каприо лео знают все далее узнает все когда они снимались вместе в этом фильме этот человек сказал что он не получит номинацию на оскар леонардо ему сказал нет у тебя будет дом хоррис один балл получает виталий коломец и они поспорили если будет номинация то там харди набивает любую татуировку которую леонардо захочет и если не будет то ли он какой фильм это выживший выживший до харди получил номинацию и вот собственно действительно карди сделал себе татуировку лео знает все следующая фотография на одной ноге написано это пятка на другой в кружочке родинка и подпись родинка вот точно задание в лохе поминала листка пусть рает какая фамилия толоконникова вот это не они она судя по оба и вот этим штукам это может быть зимфир может быть зимфиром ты думаешь она такие странные татуировки будет на одну татуировку свела стола банану типа для прикола может быть какая-то вот это с лжем который влево и влево не и влево нет я думаю что она она заботится о внешнем виде своих ног и они были бы все даже на фотке хотя бы я пытался найти интересные факты об этом человеке не нашел ничего но смысле все интересные факты это типа что она скандалистка что у нее был скандал верно что ты это самка не из-то самка здесь а минус баллся сниму даже потому что за то что ты знаешь ли да у нее был с громкий скандал из-за сексуальных отношений с несовершеннолетним молодым человеком я думаю что если она сделала эти татуировки для кого-то то возможно она сделала этого для человека по по имени кузя знаете ли вы какому-нибудь известного кузю ну да из универа и кто это может рутков виталик не это девочка с которой он снимался в сериале а она еще в госдуме он еще в госдуме было она кожевников кожевникова не она нет минус балл я не знаю есть еще варианты из этого сериала саша тани не в то время минус балл известные женщины из этого сериала 0 не знаю а сангурская один балл все-таки у нас получает вас ангурская это самовысь вы не вере очень долго снималась одна из главных ролей было можно показать кто это вот а вот вот так она выглядит извини кто изображен этой татуировки знаете какой-то молодой ленин молодой ленин изображен старший брат ленина александр похож на никиту человек тоже актер какой-то на никиту похожим это никита окей действительно это так это ты никита татуировка сделано по моей фотографии знаете ли вы что это за человек да вы знаете этого человека так я знаю что это не кондрат вообще девушка нет вы знаете этого человека а вот в студии нет но он всегда в наших сердцах саня в прошлой игре который был нет но это человек тоже был в прошлой игре и он будет сегодняшний а это дима саватеев один балласан получает действительно дима саватеев но фото харизматичного фиг больно типа интересно кто и значит не знаю кстати хочу еще рассказать небольшую историю связанность дима саватеевым у меня есть travel show два выпуска целых есть и у первого выпуска там что-то 130 тысяч просмотров ты про второй скажи там намного меньше там намного меньше но ты просто нет потому что суть в первом он настолько не верит в успех этого travel show что сказал что когда этот выпуск наберет 1 500 тысяч просмотров он набьет какую вторую татуировку с моей фотографии поэтому если вы не смотрели пошло с 3 форта ребят такие реально очень прикольный реально вот прям реально очень прикольный трэвл блок говорить первый следующая финальная фотография финальная фотография но это точно макгрега дожди на этой клетка лет это хабиб или просто кто-то сидит кто сейчас сидит это может быть кому-нибудь у сама бедла да подожди не этом аграром арабской видны что это арабская что мне кажется что хабиб ну хотя бы уходили его друг у для книгах хабиб я вряд ли набиваю татухи вряд ли поэтому не ходите точно это друг хабиба русский какой-то друг обид ближайший рассказал ислам махач есть еще какие-нибудь вообще не в теме ну давай что-нибудь колонит нас либо я знаю что это хабиб любого это пусть будет ну пусть будет николай 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 так у тебя вариант я думаю что если нормагомедов нельзя бить татухи из-за религии тогда это его двойник наверное какой-нибудь которого он для фотографий минус 1 что-то какой-то разгон пошел уже не туда вы обсуждали этого человека со спины уже знаете знаете действительно конор макгрегор он поехал отдыхать на кипр и там пьяненький пришел в тату-салон дал 20 долларов сказал набейте мне любую татуировку и по той информации которая ходит в интернете он до сих пор не знает что набитого него на ноге что это значит эти больше скажу он именно эту ногу и в этом месте и сломал до нефиг делать татухи непонятно пьяни там знаешь что написано слабая лодыжка себе на ринге на этом раунд подошел концу пожалуйста проголосуйте понравилось или нет начнем с саши кота но мне не понравилось то что я мало баллов заработал если честно в целом процесс мне нравился но баллов вообще я не знаю для того чтобы ну да или нет если нет тут с минус 5 для нет конечно короче это скажу я в том выпуске сказал что мне нравится процесс да что мы все увлечены в свою историю но я чувствую тренд на повторение из выпуска выпуск похожие истории тема похожа то есть немножечко в этом месте такая легкая нотка хала ности поэтому мой балл будет зависеть от слов виталия это как у меня такие будут слова интересно было угадывать то есть сама идея крутая защиту никиты скажу что помимо придумывания этих раундов на никите лежит организация вот этого вот всего это не моей проблеме не работающего обращивать следующую передачу вы сами будете снимать собирать все организовывание значит никогда никита знаешь а вот за то что ты забираешь мой текст который я сейчас хотел сказать санюк гасим я нет от меня уже ничего не зависит вообще из воды выходишь сухим по результатам первого раунда никита минус семь баллов саша код минус один балл вас от 4 балла и более 2 балла спасибо своих остался на начале я посмотрел передачу три натурала всем советую кстати говоря и вот что мне понравилось участники но не придают серьезности игре придут кита раунды чтобы хихоньки дохахоньки просто получают удовольствие мне это не раз я люблю спорт спортивная составляющая убивается на поэтому я придумал раунд который называется ну ты саша и гандон как ты думаешь какая мелодия будет под название этого раунда мелодия как у джингу ну ты сэша и гадон ты читает это хороший но на звонок так скажем поставим ну ты саша и гантон первый вопрос чтобы просто втянулись немножечко мишка втянулись назовите пожалуйста 26 цифру после запятой в числе пи 70 я думаю что а есть ли она там может быть все она заканчивается до этого момента там же какая-то но не факт что 25 давай нет я тебе скажу она не заканчивается да 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 еще не заканчивается ну ты молодец 26 цифра после запятой в числе пи это цифра 8 сожалению всем по минус баллу очень жаль ребята но ничего вы еще свое наберете железный трон кстати занял бранд старк мы продолжаем раунд ну ты сашей гандон вы уже люди взрослые наверняка уже разбираетесь в вещах настало время погонять вас по кодам аквет там можно это не декларация это коды общественного классификатора видов экономической деятельности предназначены для классификации видов экономической деятельности а это то что мы прописываем у себя в п да да все верно ежедневно вот пожалуйста что за вид деятельности под скрывается под кодом 38.32.42 это точно не организация мероприятий насколько от 90 что-то там не съемка видео это но пусть будет организация похорон не знаю производство сельхозпродукции к заданию услуг парикмахера вот как вы чувствуете вот я чувствую что я чувствую что это продажа чего-то тело проституция продажи тела мне нравится надо минус балл конечно то неверно что смущает 38 еще 30 еще 30 на то есть это прям это какой-то огромный рот то есть к там столько всего 38 половинку просим там что-то такое поэтому про народный 38 попугаев вот это разведение животных я не угадаю продажа кондитерских изделий но близко код 3832 42 это обработка отходов и лома металлов содержащих никель а хорошо до близко к сожалению или близко минус баллу ну просто чтобы вернуть нас немного позитивное русло следующий вопрос мой любимый цвет черный я думаю гений выбираю зеленый так белый белый обосновываю ты белый вот по фактам реально мой любимый цвет ребята цыплячь желтый ну просто нравится мне по минус балла к сожалению лукашенко удержал власть беларуси с помощью силовиков продолжаем наш рамут искал как-то подарок девушки вот и вбил в гугле лучший подарок девушки так вот сделал оригинально но в принципе да и наткнулся на сайт woman.ru и там ну дискуссии ведут девушки лучший подарок и вот одно из сообщений я вам сейчас зачитаю а мне влюбленный в меня парень принес как-то огромную охапку сирени его даже милиция останавливала он ответил что это для любимой девушки его отпустили вся квартира пахла некуда было ставить ее он когда из лифта вышел его самого вообще не видно было из-за сирени и вот как-то закончилось это предложение еще через многоточие мы расстались я надеюсь что это как-то связано с названием твоего раунда я надеюсь что ты подвязался и типа вот гандон то что так ну вот и ответ хорошо был такой запах что я пукнула и никто не услышал незаметно был к сожалению всем по баллу прикинь кто-то из нас вообще бы хоть на один вопрос ответил точно тут должно было салюту должно быть салюта я бы честно долбала реально желтый вот как было он когда из лифта вышел его самого видно не было из-за сирени а потом парень этот утонул последний вопрос оказавшись перед путиным что-то ему скажешь есть правильный ответ они давно есть правильный ответ конечно есть хорошо здравствуйте владимир владимирович ну вот и я разрешите войти если ты уже стоишь перед ним и просишь еще войти прикинь я бы все у нас или спросил у него вас есть минутка неизвестно как я оказался перед ним сколько баллов мы потеряли сейчас скажите примерно все по одному на правильный ответ правильный ответ когда вы слышите этот вопрос надо говорить юра это ебанатский вопрос давай другой вместо юра хотелось твоими поставить зато легко подсчитывать баллы после этого да я бы посмотрел уже у всех минус 2 5 сначала проголосовать вы должны проголосовать вот этого я не слушаю когда я правильно понимаю что есть предложение уравнять никита вы сказали готовился вот этот факт что еще какой-то оценкам раунда мне мне нравится смелость мне нравится посыл потому что вот особенно пошла выпуске у нас был все очень такое конфет на рафаэль на и саша зашел перпендикулярно и мне это нравится ты когда вставлял шуточки между вопросами я вспомнил тимура каргину когда он играл за команду queen пирамида и между объявлениями даров шуточки говорю за эту ностальгию одну я бы поставил да мне тоже нравится его вот это вот наглость и резкость но мне не нравится терять баллы категорически против я согласен с фасантом это красиво это заход такой лезвием прямо так фаризану зашел красиво и удержался и выдержал в жанре и прям кайф и красиво будет ебануть тебе минус 5 за такую красоту так ребят на 12 у нас пока что неплохой результат никита здорово такой был рекорд минуса в этой игре но такая была да ничего не здесь есть другая проблема ребята мы сейчас стоим на грани того что мы можем потерять ведущего ничего страшно проведет по-моему это было ничего страшного сожалению пока что не объективное судейство объективно не объективное судейство я бы сказал так вашу покорную услугу минус 7 виталий коломенцы я считаю на своем уровне вот тут снова 3 соответствует минус 3 потому что это глагол и лидер с результатом минус один пасан лидер я считаю это здорово почему-то за прошедшее время у меня в телефоне не появилось ни одного пропущенного от авиасейлса это значит что наша рубрика реклама за пять косарей продолжается реклама за пять косарей да я тут разрываюсь с прикольных видосиков в аккаунте инстаграм нам эй аверьянов чувак чё делает слышит песню прикольную и музычку под нее накидывает накидывает вот смотри вот такую вот а а а а а а и а а а а а а Класс! Хотите разрываться так же? Подписывайтесь! Ей Аверьянов! Ссылка в описании! Традиционно в нашей игре, ровно в ее экваторе, мы звоним нашему другу Диме Саватееву, который проводит свой отдельный раунд. В этот раз этот раунд называется «Алло, мы ищем Диму Саватеева». «Алло, мы ищем Диму Саватеева». «Алло, алло». Правила простые, Дима задает нам вопросы, если ты правильно отвечаешь на его вопрос, то все, кроме тебя, теряют по одному баллу. Дима, приветик! Да, привет, парни. Так, ну что будет? Будут вопросы, четыре вопроса общих для всех, кто ближе будет к правильному ответу, тот молодец. И один будет вопрос не для Никиты Ватутина. Подвох пятого последнего вопроса в том, что правильный ответ знаешь только ты, и ты должен честно ответить. В смысле сказать правильный ответ. Понял? Я и так проигрываю, ты подставу мне еще какую-то придумал? Все, все, шоу. Это круто, круто придумано. Да там что-нибудь опять про какую-нибудь личную жизнь. Ну давай. Кайф, кайф. Первый вопрос. Сколько треков у Дани Милохина? Что имеется в виду? Что значит трек? На Яндекс Музыке у него вот такое количество треков. 18! Я думаю, 4. У него больше. Да нет, 100%. Я думаю, что у него 2 альбома. Ну типа сейчас альбомы по 9. А, ну это 18. Ну типа 16, скажем. 12. У него 23 трека. Все кроме Виталия минус 1 балл. Есть такой фильм, Логистика называется он. Он считается самым продолжительным фильмом в мире. Сколько длится этот фильм? Я знаю ответ просто. Недавно я случайно наткнулся на этот факт. Давай. Ну я хочу, чтобы ребята тогда ответили. 50 часов. Неделю. 3 дня. Блин, или я запомнил второе. Ну короче, 16, почти 17 дней. 16 с чем-то там, короче. Он длится 857 часов, то есть 35 суток. Блин, значит это второй. Минус 1 балл все кроме Саши Кота. Ого! Наконец-то. Вопрос номер 3. Численность населения города Борзе. Я все, я это вот недавно наткнулся на этот факт. Опять? Я просто вас дизморали, вы в прошлый раз что-то поддались. Какого города? Борзе? Борзе. Город Борзе, Жубайкальский край. 7 тысяч человек. 7 тысяч? А можно уточняющий вопрос? Это по твоим ощущениям город или это реально факт, что это город? Это официально у него название поселение. Все, это другой разговор. Я думаю, 5 тысяч сейчас. 3 с половиной. 4 200, если вы понимаете. 29 тысяч 387 человек. Фак. Виталий ближе. Все кроме Виталия. Что ты сказал, 7? Гадальчик, блин. Вопрос номер 4. Норвежский футболист в 2011 году Йоне Самуэльсен забил самый дальний гол головой. Какое расстояние было? Не больше сна. 30 метров. 55. А сколько пули? 100. Ага, это будет сразу логика. Ну и все, сейчас не надо было ему говорить это было. 80. Ты что думаешь? Ну в Ере 35, ну пил только так вот, я помню. То есть это точно больше 35, ну наверное 60. Так Палермо, Палермо забил почти в середине. А Мартин Палермо аргентинец. 60, я думаю 60. Я сказал, пойду 55. 58 метров. Я. Ай, блин. И последний вопрос, на который Ватуха не отвечает. Сколько девушек было у Ватутина? А ты знаешь прям всех? Нет, Ватутин будет говорить правильный ответ. Ааа. В каком плане? Сексуальный? Ты вообще сейчас не можешь? Ты знаешь, ты сначала посчитай. Это тот вопрос, на который есть точный конкретный ответ, который он слышал неоднократно. Две. Ну вот я тоже думаю, что ближе, наверное, к двум. А что называть девушкой? Только в меньшем. Да я встречался. Типа, ну, в сексуальном плане девушек. А, подожди. Сколько девушек или сколько половых контактов? Вопрос какой точно? Сколько девушек в сексуальном плане было у Никиты Ватутина? То есть если разок было, она девушка? Да, да, да. Да. Да, то есть. С точки зрения, ты по-другому считаешь, извините. Блин. Блин. Шесть. Начали прикидывать. Шесть. Я не знаю. Сейчас такое время. Скажешь много – оскорбишь. Типа, что ты блядуна из меня делаешь? Скажешь мало – оскорбишь. Ты чего меня заужигаешь? Не бойся. Это интеллектальная игра. Понимаешь? Я сейчас буду давать ответ. И по этому ответу есть человек, который обо мне будет судить. Понимаешь? Да, да. Две я остаюсь при своем мнении. Мне почему-то кажется, что вот тоже близко. Типа, если бы Никитос говорил, там где-то вы там в баре сидите, и он такой говорит, типа, 22. И такой, ну там, типа, не то, чем можно невероятно восхититься. Да, Жень? Вот. Но и с другой стороны, типа, ну немало. То есть, скорее всего, либо очень много, но… Да пусть будет очень много. Никитос, сто шестьдесят три бабы. И две девушки. Что за смех, я не понимаю. 165 получается. Нет, просто проанализировали. Единственный вопрос, который так глубоко проанализировали. Остальные, ну ладно, семь, шесть. Тут прям… Ну, правильный ответ, как ты понимаешь, нет информации на все вопросы, которые связаны с этим. Поэтому все, кроме меня, потеряли по одному баллу. Нет инфоритов… Просто он всегда у меня спрашивает, это всегда он получает ответ. Нет информации… А, он хотел узнать просто сейчас, да, типа, под камерами. Ты какой, а? А тебе какая, Дим? Димону плюс балл за находчивость. Нормально. Так, получается, у него один… Спасибо, Димка. Спасибо. До связи. До связи. Спасибо. Если эта передача еще у нас будет продолжаться дальше. По результатам раунда «Алло» мы ищем Диму Саватеева. Баллы. Никита – минус 16. Саша Кот – минус 10. Васант и Виталя – минус 6. Игра катится к чертям. Ха-ха-ха-ха… Итак, третий раунд шоу «Три натурала». Называется он «Подкаблучник». Подкаблучник… Этот раунд я посвящаю своей жене, она его придумала. Собственно, моя жена может реально по вкусу определить не просто, что это за кондитерское изделие, а производителя этого кондитерского изделия. Значит, вы сейчас будете пробовать три конфеты одинаковой формы, и вы должны будете угадать сначала, что это за конфета по названию, а потом, за дополнительный балл, производителя этой конфеты. Я даю начало Виталию. Это жевалка или сосалка? Нет, это шоколадная конфета. Они все три шоколадные? Да. Спасибо. Пока думаешь, что это, я даю Саше конфету. Это какое-то говно. Не вкусно. Это чисто для камеры. Чисто для передачи, вообще вкусненько. Это пранк какой-то? Ваши варианты, ребят. Виталик, как думаешь, как называется конфета? Я вообще не знаю название конфеты. Это не птичье молоко, не вдохновение, не раковые шейки, а больше я ничего не знаю. Может быть по консистенции, может быть по составу. Это шоколадный Джо. Вначале я вам сказал, что все это конфеты отечественного производства. Да, да. К шоколадному Джо. Подожди, подожди. Короче, во втором взводитель Красный Октябрь. Нет. А название? Шоколадный Банька. Нет. Давай. Никита, сначала ты скажи. Нет, сделай, сделай. Я прошу тебя назвать. Красный Октябрь. Это правильно. А название конфеты? Вот, я не знаю, короче, я не помню, как это называется, но там медведи на Сосновый Бор этого Шишкина. Нет, это неправильно. Никита? Значит, возможно, у меня были эти медведи в Бору в этом. Мишка Косолапый его. Да, Мишка Косолапый, у тебя было это правильно. Один балл я заработал. Минус 15. А название фабрики? Так, а кто еще там? Аленка? Нет. Это было неправильно. У меня была Аленка. Нет. Сейчас, кому-то из вас попадется абсолютный хит. Это... Грильяж какой-то. Да. Это правильное название? Слава Богу, не грильяж. Кто произойдет? Хуже быть не может. Красный Октябрь. Слава Богу, не грильяж. Грильяж ребята делают только Ротфронт. Ого. Короче, у меня подстава. Это, блин, либо раковые шейки, либо гусиные лапки. Я их не различаю вообще. Ну, выбери, выбери. Гусиные лапки. И это правильный ответ. Минус 14. Саш, как думаешь, как называется? Я вот вообще не знаю, как она называется. Может быть, помнишь, как она... Хотя бы цветная. Она круглая. Да. Вот там вот внутри такой кружочек. И зеленая она, по-моему. Или синий-зеленый, или зеленый. Не туда полез вообще. Нет? Нет. Называется она «Мечта». А, вообще не знаю. А теперь, давай попробуем сказать производитель. Какой-то вообще-то... Производитель мечты. Алисадес. Не знаю. Ну, не знаю. Ну, Красный Октябрь, наверное. Нет. Ротфронт. Продолжаем раунд «Подкаблучник». И теперь будет три вопроса. Которые подготовила, собственно, моя жена Вероника Тимофеева, артистка МХТ имени Чехова. Приходите на спектакль «Ювенильное море». Итак, первый вопрос. Кто ближе будет к правде, тот, собственно, и получит балл. Меня интересует, кто из вас угадает год основания фабрики «Красный Октябрь». 1905-й. Вот один вариант. А? Можно перевориантичить? Нет, нельзя. В моем раунде нельзя. Надо говорить сразу правильно, Саша. Точно 22 на конце, но вот 900 или 800. Минус 1 за наглость. Так. И будет вариантов? 900. 1922-й. Окей. 1900, ну да, 22-й. Можно? Вы не путайте это с другим событием, 1922-й. А он 905-го ничего не было, да? Можно не в зачет? 1896-й, по-моему, NM образовался тогда. Нет, она не в зачет, и она неправильная. Красный Октябрь мог образоваться только при Советском Союзе. А NM сначала это была фабрика? Абсолютно не было в ваших ответах ни рассуждения, ни логики. Логика, то что в Советском Союзе… Никакой логики я не услышал, я услышал еще 922-й. 922-й, я услышал вот такую историю. Ну ладно, ладно, ладно. Поэтому каждый из вас получает минус 2 балла и минус 1. Я так решаю. Так можно было? Нельзя в раунде? А правильный ответ? Правильный ответ на этот вопрос – 1851-й год. Твой ответ не в зачет, был близок, но он был настолько на шару, ты мог сказать 2044-й. Я просто… блин, это написано у них на здании. Да, у них прямо написано. NM там написано. Мне кажется 22-й, я прямо… Это сначала был его завод, потом его уже, когда Советская Россия пришла. Так сейчас будет вопрос на внимание, на внимание. Почему 2 балла? Ты не имеешь права снимать? Он сказал, он уже снимал «Красный Октябрь», а не только второй был. А подождите, почему мы терпим минус 2 балла? Он из Виталика, потому что борется. Да, конечно, не спорим. Ладно, так вот Санд решил, хорошо. Есть правило, на минус 2. Нет, ну по минус 1 по любому. Если еще 4 секунды будешь находиться в состоянии спорта, ты получишь еще один минус балл. Раз. Два. Вы так и страну просрали. Вот, вот я вот с языка снял. 4 минус балл. Нет, я против. Запишите, пожалуйста, я не знаю. Мы двигаемся дальше, а мы двигаемся дальше. Почему по пизде правила пошли, да? Вообще, только благодаря тебе, слушаем Васанку. И главное, главное. И главное. А было ли такое? Все все понимают. Подождите, а было ли в начале этого выпуска объявление? Я насколько помню, в том выпуске Никита сказал в начале, что не может быть больше минус 1. Я говорил тебе. Но нет, в объявлении к этому выпуску ты этого не сказал, Никит. И за это тебе как ведущему минус балл надо бы ставить. Понимаешь? Покажите ему, пожалуйста, я скидываю вино. Ты в начале этого выпуска не говорила. Я ему сказал, но не больше одного за раз. Говорил я тебе это или нет? Да. Хорошо, только потому, что это правда. Только потому, что это правда. Минус 1, а не минус 2. Только потому, что это правда. Следующий вопрос абсолютно на внимание. Сейчас я перечислю название брендов, именно уже изделий. Вы должны назвать мне, к какому производителю они относятся. Угу. Бренды. Аленка, Мишка Косолапый, Коровка, Каракум, Красная Шапочка, Сливочная Помадка. Ребят, здесь я не хочу слышать ваших рассуждений, потому, что вы ни хера не знаете про кондитерские изделия. Он не как облучник. Это он сам все придумал. Я только хочу слышать ответ. Без рассуждений. Аленка. Никита. Нет. За невнимательность еще и к вопросам минус 1 балл. Сразу. Виталий объясню. Потому, что я спросил, что я, я сказал, что я перечисляю бренды, а я должен услышать производителя. И ты мне говоришь, Аленка. Производитель, Аленка. Производитель, нет. Как? Так. Аленка не производитель. Фабрика не Аленка называется? Ну, наверное, если я перечисляю бренды и там есть Аленка, явно это производитель не Аленка, Виталий. Как ты думаешь? Итак, я еще раз перечисляю бренды. Я, Аленка, все равно останусь при своем. Ты останешься при своем. И это неправильно. Ротфронт. Неправильно. Ноктябрь красный. И это правильный ответ. Никита получает свой заслуженный балл. Он же уже говорил за коровку, да, тоже от красных. Ну, вот первый раз, наконец-то, Никита правильно ответил. И получил свой заслуженный балл. Ну и заключительный вопрос моего потрясающего раунда. Птичье молоко. Досрочный ответ. Нет, 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 нет. Кто из отечественных производителей был первым, кто в Советском Союзе выпустил жевательную резинку? Я думаю, что если жевательная резинка... Он размусоливает. То рот... В рот. Понимаешь? То в рот фронт. Это ваш вариант ответа? Да. Александр. Да. Что да? В рот фронт. Ага. Никита? Я не хотел бы отвечать на этот вопрос. Ну, все-таки я должен что-то принять в ответ. Ангаре. Меня удивляет, как Никита даже в этом вопросе умудряется, когда два человека получают балл, а не получить балл. Но! Сейчас я разыграю дополнительные полбалла. Если вы мне назовете, в каком году Рот фронт произвел первую советскую жевательную резинку? И ваш ответственный? Я думаю, пораньше чуть-чуть. А, нет, завозили же, наверное, вряд ли бы. Тогда 85-й. 1985-й. Ну, мне кажется, что у нас как-то уникальный случай, потому что всего на одну цифру ты ошибся. В 1980-м году Рот фронт выпустил первую жевательную резинку. Прикольно. Это был раунд под каблучник. Спасибо. Вот очень круто. Ну, задавил вот это в конце и как-то так обломно. А вообще подготовился классно, было вкусно. Спасибо. Просто конфеты. Мне понравились. Мне попались вкусные конфеты. Бал. Ну, у меня сейчас уже такое состояние, такое настроение, что вот я сейчас говорю, что мне не нравится этот раунд. И, к сожалению, в этом настроении этот не нравится уже даже на раунд Виталия, который мы еще не сыграли. Нет, пусть ты решаешь. Потому что я точно минус. Я тоже говорю точно минус. Конфеты говно. Ты не виноват. Клевый раунд. Агрессия. Агрессия, которая вообще полезла уже. Ты по два балла стал снимать. За это минус пять. Я не буду удваивать минус десять. Тогда мне нравится. Точно. Я на это не обратил внимания. Клевый раунд. Так еще. Не понял. Ты хочешь ему бал дать? Да. Он агрессивный, значит, точно. Ты на это обратил внимание. Конфеты говно просто вообще ужасно. Вы это реально едите? Да. Да. Очень приятно констатировать, что после третьего раунда шоу «Три натурала» в лидерах подкаблучник Вассант с результатом минус пять. На втором месте идет Виталий с результатом минус семь баллов. Третье место занимает Александр Кот, который обожает оппингольд с результатом минус одиннадцать баллов. И на третьем месте заслуженный хейтер раундов подкаблучников Никита. Минус семь. Не может быть. Он столько влетал там на эти минус три, минус сто. Не может быть. Вот тут точно апелляция. Мне нравится тенденция, запущенная Вассантом, что в наших раундах мы глубже узнаем друг друга. Поэтому, поскольку в этой игре, как я считаю, мне уже ловить нечего, раунд называется «Кто рыбак? Я рыбак». Кто рыбак? Я рыбак. А я рыбак. Итак, первый вопрос. Чтобы поймать щуку, понадобятся А. Буйки. Б. Кружки. Ц. Флажки. Д. Хлопки. Флажки. Хлопки. Щуку, насколько я понимаю, надо спиннинговать, чтобы там что-то плыло. Кружки. По-моему, вряд ли. Флажки. Может быть. Хлопки. Блин. Ну, флажки, короче. Флажки, наверное. Флажки. Неправильный ответ. Минус балл. По баллу. Флажки. Флажки зимой, кружки летом. Ага. Реально? Да. Эта снасть называется жерлица. То есть, когда цепляют живца, и щука хватает, и с катушки стравливается леска, и потом вынимают эту щуку. А хлопки победителем в этом раунде, в этом вопросе. Профессионал. В этом вопросе. Второй вопрос. Если на дне коряги, что лучше использовать? Джига ловку. Б. Офсетник. В. Ну, свой вариант ответа. Балл начислиться за правильный или интересный ответ. Короче, офсетник это какой-то термин не изредно. Блин, это вообще очень знакомо. Мне там что-то в ножах тоже есть какая-то вот такая снасть. Офсет. Я бы, наверное, за офсетник. Но логично, если человек предлагает, так сказать, свой вариант. А мы ловим коряги или рыбу? Рыбу. Рыб, хищный. Я бы поменял водоем без коряга. Вот, автомобиль. Доехать до другого без коряга. Это вариант. И пять, четыре, три, два. Первый там. Офсетник. Джига ловка, офсетник. Минус балл за джига ловку. Балл за офсетник и за интересную версию поменять водоем. Это тоже может сработать. Покажите, пожалуйста, нам фотографию джига ловки. Вот так выглядит джига ловка. То есть груз монолитно с крючком. И в корягах, конечно же, будет больше зацепов. Потому что офсетник выглядит вот так. Крючок спрятан и вы спокойно можете проводить по корягам. А как понять, что коряги? Просто зацепились? Ну, когда пару резинок оторвешь, понимаешь, что там коряги. То есть, если ты офсетниками пользуешься, то даже не поймешь. Можно эхолотом пробить. Эхолотом? Да. Иногда их бывает просто видно. Минус балл за лишние вопросы. А ты меня называл красиво. Я тебя назвал красиво. Я тебя назвал красиво. И ты тоже что стал вообще. Так что за шум? Вот всем вот с Аней и по минус баллу всем, короче. Это что-то такое. Да. Дальше. Третий вопрос. Когда в поисковике Google вбиваешь приколы на... О! Вопрос. Какой по счету вариант на рыбалке среди шести первых вылетающих в этой таблице? Среди них приколы на свадьбе, на дорогах, на день рождения, на ютюбе и на звонок. Вот среди шести... Четвертые. 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 Приколы на свадьбе? Точно. На первом. Я веду свадьбы и сто тысяч раз вбивал эти приколы. Ну, наверное, второе... Нет, на дороге третья. Внимание! Правильный ответ. И все получают по минус баллу. Первые вообще. Первые? Угу. Вопрос звучит так. Рыбак, рыбака, что? И перед тем, как ответить на этот вопрос, мы посмотрим видеоприкол, после которого вы дадите свои версии рыбак, рыбака, что? Угу. И мы выясним, кто из вас заработает балл. Итак, вопрос. Рыбак, рыбака, что? Что? Или продолжите фразу? Рыбак, рыбака. Ну, честно, напрашивается, рыбак, рыбака наебет без труда. Ну, не в рифм. У меня встречный вопрос, в чем суть прикола, что мы посмотрели сейчас. Это не концовка прикола. А, это не концовка еще? Там еще, что там будет прикол. Это все. Это вот классический прикол, так сказать. Угу. Угу. Ну, видит издалека, мне кажется. Ну, скорее всего. Это чисто рыбацкая вот история. Короче, рыбаки бросили свою удочку и пойти помогать вытаскивать рыбу. Вместо этого он делает что-то, и я предлагаю вам дать ответ. Изящный, остроумный, что конкретно? Одеты они еще. Ну, если можно еще, пожалуйста, в любом поддержку, смотри, судя по видео, тебе балл за то, что ты среагировал, а вам за то, что тупите, по минус баллу. Я же сказал, что видит там, что видит издалека. Но это же ясная пословица. Только эта фраза просто пословица. И в чем тогда прикол? А, в видео, блядь, прикол? Там, знаешь, какой прикол? Я, рыбаки из этого, разъянок. А, я понимаю. Витаю, витаю. Можно вариант. Все, смотрите. Рыбак рыбака поддержит забака. Вот теперь точно гарантированный балл. Точно. Ребят, тут какой правильный? Тут надо веселиться, креативить, остроумить. А вы молчите. Только за это. Значит, в этом вопросе. Носант, балл? Никита, Саня, минус балл. А мы знаем, что это прикол. Что за пословица? Что происходит? У тебя нет рыбацкого чувства юмора. Что я с этим могу поговорить? Так, а что произошло? Ты просто скажи. Ничего. Он предложил вам видео для того, чтобы вы предложили, в чем прикол. Ты сказал, закончите фразу рыбак-рыбака. Нет, вы не поняли. В реальности-то что? Мы не понимаем, зачем это происходило. То есть, ну, суть-то... Значит, минус балл. Смотри, мне тоже было интересно, что он там делает. Это не распространенная тема. Это не распространенная тема. Все, я понял. Конечно. Я просто подумал, что все рыбаки с этого разваливаются, потому что всем понятно, что происходит. Да, да. Ладно, сейчас будет точно. Всем понятно, что происходит. Я гарантирую. Так. Будет абсолютно точно. Финальный пятый вопрос. Так, так. Что больше всего хочет поймать рыбак? Я даю подсказку. Это будет конкретный рыбак, которого мы посмотрим в кадре. Так. У вас по 5 секунд на свою версию. Окей. Давай. Поехали. Нет. Сначала ответ. А-а-а. Я же говорю, у вас по 5 секунд на свою версию. А потом мы посмотрим правильный ответ. Подожди, но при этом надо иметь в виду, что это конкретный рыбак, да, какой-то? Это, ну, там, мы увидим в видео ответ, будет конкретный рыбак. А ответ-то я должен не про конкретного дать? Какого хочешь. Нет, мне нравится. Здесь нет правильного ответа, здесь просто ржака. Он не хочет поймать леща? Отличная версия. Я подумаю еще, знаете. Валя. Санек, ты прям красавец. Ты тянешь эту передачу? Вверх. Нет, может не заметить. Он хочет поймать свою удочку, потому что он потерял удочку. Короче. Хорошая версия. Я знаю. Рыбак хочет поймать нить происходящего. В твоем приеме. У тебя какая версия. А арабский рыбак хочет поймать халяль? Ну, допустим, я свое мнение скажу после того, как мы посмотрим, правильный ответ. Что же хочет поймать вот этот конкретный рыбак? Которых здесь целый один. Крокодил. Ну, вы сейчас все поймете. и Ааа. Ой. 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 Кореша. Кореша поймать. И правильный ответ сказал Саша. Ну да, действительно удочку он хочет поймать. Ну да, да, да. Еще невозмутимо. Тип вообще, ну... И мне понравилась версия... Мне понравилась версия про нить происходящего происходящего. Это бомба, да. Если бы можно было два, я отдал два, но бал. А что, да все последние вопросы. И бал. И бал. И про халяль хорошо было. Вассант про халяль. Ну... Ладно, за старание. Бал. Спасибо. Все. Осталось подвести итоги. Сложно мне уже оценивать происходящее в этой игре. Я уже не здесь. Я уже уехал в реабилитационный какой-то центр. Рыбацель. Я понимаю, что даже если сейчас все проголосуют, что раунд отвратительный, я все равно остался на последнем месте. Поэтому, Виталий, пусть вечер закончится для тебя. Хорошо. Раунд супер. Defy the trance. Мне понравился раунд тоже. И видосы. И приколы. И факты. Познавательно. Раз. Весело. Да. Рыба. Имеется. От меня. Что в начале программы, что в конце, ничего не зависит. В середине от него зависит. Игра заканчивается победой Вассанта и проигрышем Никиты. Ну, бал это озвучит. Никита. Вассанта на первом месте у него минус 4. Ну, все в жестком каком-то минусе. У меня минус 6. У Саши минус 12. У тебя, Никит, минус 17. Где твои 17 баллов? На этой передаче. По результатам нашей игры Никита покидает этот замечательный проект, а Вассанта идет куда? В индийский ресторан. Опять? Да. Вассант продолжает ходить в индийские рестораны. Ребята, если вам непонятным образом понравилось то, что происходит в нашей игре, можете поделиться своим мнением. кроме тебя понравилось, Никит. Да мы вообще прям кайфанули реально. Можете тоже об этом написать. Если у вас есть какие-то свои механики для наших раундов, тоже, пожалуйста, ими поделитесь. Кстати, я прикреплю почтовый ящик, куда можно скидывать ваши механики раундов и какие-то, может быть, фоточки, видео, которые для них нужны. Если вы придумаете что-то кайфовое, мы это используем. И пять косариков за это отстегнем, которые мы зарабатываем на рекламе у нас здесь. Все, спасибо! В завершение нашей игры хотелось бы сказать спасибо людям, которые помогали ее сегодня делать. В уголке у нас здесь присел опять Слава Бушин, оператор наш. Кайфовый. Слава, спасибо тебе! Женек Аверьянов на телике был сегодня, как и в прошлый раз. Кто это здесь у нас? А это Дмитрий Дым у нас здесь также снимает. И звук, звук, звук Ваня Иванов традиционно пишет спасибо, что вы, ребята, по-прежнему вместе с нами. Спасибо вам за игру. Резюмируем. Если тебе, несмотря на то, что у этих людей нет души, и они нагло меня выгнали, эта игра понравилась, и хотелось бы, чтобы мы и дальше продолжали это снимать, будь добр, подпишись на канал и расскажи о нем своим друзьям. Чем больше будет аудитория, тем проще нам будет это делать, и тем выше вероятность, что твоя любимая селеба согласится прийти к нам в гости. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok